Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер, и сегодня я буду являться с вами секретами проработки икроножных мышц в домашних условиях. Итак, если у вас есть только пол и больше ничего, плюс желание проработать икроножные мышцы, то что вы можете сделать? Вы можете поставить ноги на ширине одной стопы друг от друга, немножечко повернуть носки внутрь, выпрямить осанку и сделать то, что делаю я. Поднялись, опустились, поднялись, опустились, поднялись, опустились. Дальше, если на двух ногах вам делать более 30 раз легко, тогда можно одну ногу поднять и делать то же самое на одной ноге. Не забываем прорабатывать вторую ногу, потому что если вы делаете на одной ноге, то проработали одну ногу, проработали вторую ногу, это считается один подход. По повторениям я рекомендую делать не меньше 18 повторений, потому что икроножная мышца любит многовоторный режим, ну и более 30, я считаю, это делать лишним, поэтому работаем диапазоне 18-30 раз. Дальше. Если так делать вам уже легко, тогда вы можете добавить подтягущение. Берем гантели, либо одну, либо две. Если у вас есть только одна гантеля, можно работать и с одной гантелей на двух ногах, либо с одной гантелей на одной ноге, либо с двумя гантелями на одной ноге. Но если у вас одна гантеля, тогда при смене ног не забывайте перекладывать гантель в ту руку, какую ногу вы тренируете, чтобы у вас симметрично развивались мышцы и чтобы не было перекоса позвоночника. То есть, чтобы соблюдать симметрию. Дальше. Если вы хотите усложнить упражнение и увеличить амплитуду, тогда я посоветую вам следующую штуку. Значит, берем вот такой вот брус толщиной 5 см, шириной 10 см, длиной 0,5 метра. Отпиливаем и у вас готовый тренажер. В продвинутом варианте можно зашлифовать наждачкой, можно даже вскрыть лаком, если вы эстет. И можно купить в любом хозяйственном, либо строительном магазине специальные такие наклейки, либо войлочные, либо корковые, возможно резиновые бывают, для того, чтобы не поцарапать пол. То есть, нижней части просто клеите штук 8. И все. Дальше. Кладем на пол, кладем на пол и ставим стопу, ставим стопу где-то до 50% стопы, 40-50% стопы. Носки немножечко подогнув внутрь, пятки, соответственно, повернув наружу. И таким образом вы увеличиваете амплитуду до максимума. И делаете упражнение таким вот образом. Поднялись, опустились, поднялись, опустились, поднялись, опустились. Дальше, как вы поняли, можно также делать на одной ноге поочередно. Поработали одну ногу, проработали вторую ногу. Дальше можно добавлять отягощения. Можно делать с гантелями. Если только одна, то с одной. Если две, то с двумя. Либо две ноги сразу. Либо поочередно. Также можно делать это упражнение со штангой. Если у вас есть штанга, то можно делать его со штангой. Единственное, о чем я вас попрошу, никогда не используйте в качестве вот этой деревяшки книги. Я видел на некоторых видеороликах, как люди используют книги, топчут их ногами. И мне это очень неприятно видеть, поэтому запомните, что книги нужно читать, а не топтать. Поэтому даже если у вас есть какие-то ненужные книги, лучше сдать их на макулатуру, либо пускай они у вас просто лежат на полке, собирают пыль и занимают место. Будете больше уважать себя. Ну и если вы будете использовать книги, то они у вас очень быстро истрепаются, их придется выбросить. А деревяшка прослужит очень-очень долгие годы. Ну, также, как вы поняли, если на улице прорабатывать икроножную мышцу, то можно использовать бордюр, можно использовать кирпичи, можно использовать какие-то ступеньки, в общем, любую возвышенность. Также эти принципы можно переложить на какие-то другие возвышенности, скажем так. На сегодня все. Тренируйте свои икроножные мышцы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok